Сельский дом культуры это практически единственное место, где можно не только провести свой досуг, но и духовно обогатиться. Многие праздничные мероприятия проходят именно в сельских ДК. После масштабной реконструкции и капитального ремонта откроется культурно-досуговый центр в ауле Нижняя Тиберда. Ахмат Халкечев продолжит. ДК аула Нижняя Тиберда был построен в 60-х годах прошлого столетия. Такой масштабной реконструкции и капитального ремонта это здание не видела никогда. От Старого Дума культуры остались только стены. Заменено практически все, начиная с напольных покрытий, штукатурки стен, потолков и кровли, до электрико-инженерных систем. Деревянный пол был. Постоянно гнил, меняли, ремонтировали. Противопожарная безопасность хорошая. Все новое поставили. И вот сейчас практически на 99% уже готово. Осталось вот стене поставить и занавес. И будем начинать работать уже. В отличие от городов, в сельской местности крайне мало мест, где молодежи с пользой можно было провести свой досуг. Здесь ауличане, помимо просмотра новинок кино и театральных постановок, могут еще и культурно просветиться. На базе Нижняя Тибердинского дома культуры имеются музыкальные, театральные, танцевальные и шахматные кружки. Свою работу творческие кружки возобновят, как будут полностью завершены строительно-ремонтные работы. Это культурно-досуговый объект у нас. Есть кружки, где ребята со школы занимаются, их учат танцевать, играть на той же гармошке. Кроме кружков, каждый месяц проходили до того, как началась реконструкция спектаклей, какие-то сценки, на основании которых дети учились обычаем, традициям, которые были у наших предков. В Нижней Тиберде есть еще уникальный в своем роде творческий коллектив – Народный театр Тубешу, основанный в 1928 году. В холодное время года свои постановки сельским театралам приходилось ставить в актовом зале местной школы, который не совсем справлялся, когда случались аншлаги. Теперь вместо древянных печей, которые давно потеряли свою функциональность, помещение сельского ДК согревает новенькие радиаторы парового отопления, работающего на электричестве. Бывало, мы занимались до сильных морозов, устанавливали пушку, тепловую пушку, печки ставили, вот эти плиты, как на этих кухнях же бывает, грелись, репетировали, а потом уже пришлось нам перейти, я попросил директора школы, чтобы нам выделили вот этот актовый зал небольшой, с удовольствием дали ключи, когда вам будет удобно, приходите занимаясь. Генеральную репетицию, прогон обычно я делал здесь, хотя было холодно по весне, ну столько народу собиралось. Были аншлаги, конечно, в селе куда еще идти, некуда идти. До реконструкции здание Нижне-Тибердинского ДК состояло из двух помещений – зрительского зала и фойе. Сейчас здесь, благодаря более рациональной перепланировке, удалось сделать два дополнительных рабочих кабинета и расширить сцену на 2,5 метра, что позволит организовать закулисье для артистов. Зал рассчитан на 126 сидячих мест. За противопожарной безопасностью уже наблюдается свыше 40 датчиков задымления. Новая циркуляция свежего воздуха обеспечивает 16 точек подачи из централизованной системы вентиляции.